Ура! Ура за тебя! Евгип, ура! За тебя! Так-так... Вот это уже деловой разговор. Платиновый диск с автографом Адама Гюрица. Работает. У меня появилась идея, и она работает. Мистер Мэдви! Здравствуйте! Мистер Мэдви, как поживаете, соседушка? Как дела? Мы живем тут неподалеку. Я знаю. Тут собщики. Да-да, это мы. Послушайте, мистер Мэдви, не хотим тратить ваше время? Тогда не тратьте. Мистер Мэдви, погодите. Мы с вами заверстучуем выгодную сделку. Не так ли? Да, и что у вас есть? Я Марка Хармона. Винтаж. Цвет красный. Яблоко. 27-й год. Марка Хармона? Да. Знаешь, а может, и неплохо будет смотреться рядом с моим доджем 58-го от Дакоты Фэннинг. Наш человек. И сколько вы просите за своего Марка Хармона? 300 тысяч долларов. 300 тысяч? Грабеж. Полагаю, имя у нее не запятное. Но мы зовем ее Шмаровозкой. Пошловато, но можете переименовать во что угодно. Слушайте, ребятки, у меня для вас интересная новость. Вы хотите купить еще дороже? Я вообще не стану ее покупать. И вот почему. Эта тачка Кармонгия 69-го года. Три цилиндра, объем двигателя 1,6 литра. Таких в мире всего 1200 штук. И конкретно эта принадлежала Стиву Макуину. Откуда я это знаю? Да потому что я продал Адаму эту машину. А теперь хватайте ее и проваливайте с моего двора. Ладно, простите. Простите. Это было грубо. А травку можете достать? Алло. Привет, Дэйв. Это Саманта, помощница Кэролайн. Привет, Сэм. С сериалом у подруги не получилось, но у меня для тебя есть несколько предложений. Здорово. Я бы так не сказала. Но на твой бюджет очень даже ничего. Игл-Рок, корейский район. Давай я отправлю тебе их факсом или электронной почтой. Хорошо. Или не знаю. Может встретимся за чашкой кофе, если ты не против. Хорошо, давай. И где предлагаешь? Отлично. Как насчет кофе-бина на бульваре Сансет? Нет, слишком по-голливудски. Давай ретро. Биг энд толл на Беверли. В девять вечера. Нормально? Договорились. Тогда до встречи. Как дела, игрок? Возьму шоколадное молоко. Сэр Ричард? А Адам дома? Нет. Послушайте, Адам помог нам на днях с одним благотворительным мероприятием. Я обещал ему два билета в космос, конкретно. На свой частный космолет Virgin Galactic. Может, вы ему передадите? Конечно. Обязательно передам. Благодарю. Стойте, стойте. А у вас, в случае, мне лишние сотни тысяч долларов? Простите, но сейчас мы пытаемся колонизировать Марс, так что слегка стеснены вследствие. Ах, да, понимаю, вас понимаю. У меня была колония муравьев. Куча бабла угрохал. Потрясающе. Только обязательно передать тебе это Адаму? Их очень нелегко достать. Конечно, конечно. Всего доброго, Сарыч. Спасибо. Два билета в космос. Первый класс. Так, так. Вот это уже деловой разговор. Парни, помните Фоулин? Парень из Нью Китс Ин Зе Холл? Просто Китс Ин Зе Холл. Точно. Он истерик какой-то. Да, и у него куры денег не клюют. Он постоянно тусил у нас. И здесь он познакомился с женой. Это я их познакомил. Так что он, типа, задолжал мне. Надеюсь, лампа вам понравится. И не забудьте бонус. Диск, свинья невезучий. Привет, Фоули. Привет. Помнишь меня? Трейн, друг Адама. Адама Левина? Нечего. Юрий, как получил это? Сколько заработал? Сам смотри. 110 тысяч долларов. Чёрт побери. Минуточку. Я единственное считаю это воровством. Почему ты всегда всё видишь в чёрном цвете? Бенни должен тебе сказать, что для полного придурка ты отлично справился. Но нам всё ещё нужно 375 тысяч. А это ещё не всё. Как только мои ставки закончились, я получил вот это письмо. Это словно чудо, знак Божий. Смотрите, кажется, какой-то миллионер в Нигерии с такой же фамилией, как у меня, попал в аварию, и у него нет наследников. О, Боже. Ужасная трагедия, знаю. Но его душеприказчик, это по-африкански типа адвокат, написал, что я могу получить все деньги. 7 миллионов долларов или вроде того. Да, нужно всего лишь отправить ему некую сумму, чтобы покрыть налоги, пошлины и прочие услуги. Сколько? Это же знак Божий. Ровно 100 тысяч долларов. Я отдал ему свой код в PayPal. Чуваки, чуваки. Мы выкупим этот дом. Чего? Ну, чего вы? Ну, что? Ладно, вы даже не... Сами увидите. Все будет круто. Я даже поверить не мог, что на меня свалилась такая удача. Все это как-то неправильно, но я так счастлив. Это просто потрясающе. Потрясающе. Процесс покупки. Сейчас я принесу документы, и мы быстренько все оформим. Отлично. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Алло? Да, он тут. Бенни, это тебя. Ты заказал что-то из неела? Там кто-то у парадной двери. Нет, чувак. А может, и да, не знаю. Надо проверить. Пусти его. Здрасте. Здравствуйте. Я ищу мистера Бенедикта Висвикиса. Это я. Я так рад знакомству с вами. Очень-очень премного рад. Круто, чувак. Очень круто. Простите, но разве мы знакомы? Мистер Бенедикт Висвикис, я мистер Эпицей, душеприказчик. Я писал вам по электронной почте. Ах, да-да, наверное. Окей, да-да. Правда, чувак. Чувак, мне кажется, ты не так понял мою анкету. Я ищу только девушек и трансгендеров. Нет, нет. Я писал о трагической случайности, которая унесла жизнь мистера Висвикиса в Нигерии. Да, что? У меня ваша доля наследства, как и обещана. 8 миллионов 300 тысяч долларов. Спасибо, что вы предоставили аванс, чтобы облегчить процесс. Моя фирма вечно благодарна вам за доверие и щедрость. Вы поступили правильно. Вы молодец. Вы меня разыгрываете, мать вашу. Нет, не разыгрываю, мать вашу. Мы можем купить этот дом. Минутку, а разве Дикая Штучка не сделала это? Можешь позвонить Эдаму? Точно, но зачем? Звони. Подпишите вот тут. А, это вы. Мы как раз подписываем договор. Вообще-то, Кэролайн, ты немного опоздала. Какого чёрта ты несёшь? Я только что продала дом. Этим ребятам. Привет. Они предложили мне 5 миллионов. Я сказала, что он стоит 4 750, но они настаивали. Простите, Денис, это сентиментальная ценность для нас. Ничего я понимаю. 5 миллионов? Минутку. Это мой дом, моя продажа и моя комиссия. Какая досада, Кэролайн. Я только что разговаривал с Эдамом. Вы уволены. Но вы агент по недвижимости, Сэм. Это размутительно. Я подам в суд. Поверьте, не стоит. Позвольте вам представить моего адвоката и моих телохранителей. Телохранителей? И будьте добры, проваливайте нафиг из моего дома. Мне будет её не хватать. Да уж. Господи, чувак, мы владельцы члена фермы. Закатим тусовку. Эй! Только аккуратно. Не хочу, чтобы вы заказали мой новый дом. Мы сделаем это как стимул.